Ну, вообще, я гей. В России это как бы не самое прикольное мероприятие. Если ты приходишь в налоговую службу и говоришь, я хочу заплатить деньги, тебе никто никогда не скажет, нет, мы не возьмем. В Америке ничего не чиниться, пока оно работает. У меня красавец муж, классная работа, а я очень счастлив. Есть матка, нет матки, деши. А можешь рассказать про полечку? Если хочется ничего не делать, Америка это прекрасное место. Я поэтому не знаю, как здесь люди живут на улицах, когда столько программ, что можно жить как бы хорошо. Ну что, Андрей, рада тебя приветствовать. Привет. Здесь у себя в студии. И давай первый такой вопрос. Не жалеешь ли ты, что переехал в Америку? Ой, это такой вопрос тасущный. Я каждый день об этом думаю. Каждый день думаю, правильно я сделал выбор. Каждый день думаю, а не стоит ли все бросить вообще, и зачем все это нужно. Мучения, заточения. Я себя чувствую в заточении. Вот сейчас уже 8 лет я живу, и я так хочу выехать, но как бы сейчас уже это просто такое, знаешь, дело принципа добить документы, и потом уже выезжать. А можешь рассказать вообще, почему ты решил сюда приехать? Ну вообще я гей, и в России это как бы не самое прикольное мероприятие. Статус. Ну чуть-чуть, да, чуть-чуть не самая удобная такая штучка. То есть многие люди думают, что вот есть же Мона, есть же всякие бары в Москве и так далее. Все это есть, но как бы есть такой факт, что я боялся ездить в метро, допустим, по вечерам. А, серьезно? Да. Потому что там из-за одежды там постоянно какие-то штуки там мне говорили и так далее. То есть я никогда не чувствовал себя в безопасности. Но когда я уехал, наконец, и я здесь приехал, разговаривал с адвокатами, они говорят, я говорю, я не хочу ничего подделать, никакого кейса не буду подделывать. Ну как бы, я говорю, меня никто не бил. Я говорю, я просто видел, как били моего друга. И он говорит, ну давай разберем твою ситуацию. Я когда начал рассказывать, в конце, вообщем, они все сидели там, одна даже плакала. А я такой сидел, думал, да все же вроде, как бы это же нормальная жизнь. Вот. А потом, проговорив это много-много раз, я понял, что это ненормальная жизнь. Уже после. А что было там такого жесткого? Ну, то есть, как бы, допустим, в школе, там то, что там меня бульли постоянно, по поводу гейства, да, то, что типа и так далее. Ну, вообще, как бы, то, что я боялся спускаться в метро, то, что там нормально было совершенно получить комментарии от гостей в ресторане. Я работал в группе компании Аркадия Новикова, и было легко получить там, ну там типа, этот пидорок пусть подойдет там и так далее. Ну, вот так-то такое. И такое отношение. И при том, у нас было суперлояльное руководство кейм, но гости, вот там всякие, знаешь, кавказцы, там такие, знаешь, на бэхах там подъезжают. То есть, как бы, там, выкладывающие пистолеты. Ну, это не самое, в общем, приятное ощущение. И вот, и я вот в нем, как бы, жил постоянно. Все, и потом переехал в Америку и перестал чувствовать это. То есть, у тебя была такая вынужденная иммиграция? Да. Почему Америка? Я знаю, что ты до этого в Таиланде жил. Я жил в Таиланде. Таиланде за легализация невозможно. То есть, даже если ты выйдешь замуж за тайца или женишься на тайке, тебе документы не дают. Тебе дают визу супружескую, как только вы имеете любое ищу, ты нахрен идешь из Таиланда. Вот. Плюс в Таиланде невозможно получить вообще, в принципе, гражданство никак. Тайский язык, на тайском языке не говорят нигде в мире, кроме Таиланда. Он один из самых сложных языков в мире. А в нем нет пробелов. То есть, это просто... Вот такая штука. Просто пять строчек. Это может быть название города. Вот. Ну, то есть, и читается все это задано вперед. То есть, Таиланда, это вообще моя мечта жить там, но как бы именно легализация невозможна там. Ну, почему не Европа, Бали? Ну, короче, очень много разных областей. Бали, это на самом деле тоже забавный вопрос, потому что у меня многие геи-друзья переезжают там в Дубай или на Бали. И там, и там быть геем нелегально. То есть, ты не можешь быть... Как бы я не вижу глубокого смысла покидать одну страну, в которой ты вне закона, и ехать в другую страну, в которой ты вне закона. В Дубай, например, если у тебя нет двух кроватей отдельных в квартире, и ты живешь с парнем, тебя могут в тюрьму посадить. Вау. Да, и люди могут прийти, на тебя настучать. Они придут внутрь, проверят наличие кровати, и все, и в тюрьма. Не знала. А Европа? Европа, ну, мне нравится, допустим, Италия. Ну, опять же, итальянский язык нужно учить. То есть, я выбирал по языку и по, ну, как бы, по наличию возможности какой-то легализации, понятной такой. То есть, я не хотел учить дополнительный, там, испанский или итальянский на первых этапах. Я понимал, что мне нужно работать будет сразу, потому что у меня не было там отложенных денег на, ну, на вот это становление. То есть, я знал, что мне нужно будет работать прямо сразу. Поэтому Америка, это было таким... Единственным местом, где можно начать работать сразу. Расскажи про свою первую работу в Америке. И почему ты выбрал Нью-Йорк? Нью-Йорк, на самом деле, так как love-hate relationship у меня с Нью-Йорком, я хотел жить в Лос-Анджелесе изначально, но ожидания на документы в Лос-Анджелесе в тот момент было 5 больше лет. А в Нью-Йорке, типа, обещали тут 1,5-2. Я жду уже 8. 7,5. Ожидание реалист. Да. И я, короче, такой, как бы думаю, ну ладно, пока... И плюс у меня единственный знакомый, который был, он жил в Нью-Йорке. И все, я, в общем, понял, что большой комьюнити. И моя первая, самая первая работа была раздавание флайеров для фильм-фестиваля какого-то. И мне дали так много флайеров. У меня было 70 килограмм флайеров. И они были такие тяжелые, что в моем чемодане отломились колеса. И я тащил этот чемодан через дорогу в Нью-Йорке. И без колес, и ревел. И думаю, боже, за что? И такой еще был холодный ветер. Я думаю, за что это все мне? Ну, я заработал 150 долларов, таким образом, раздавая эти флайеры. Потом я строил еще самый высокий бутерброд в мире. Рекорд Гиннесса, да, как промоутер. Тоже на морозе, на бешеном. Прям реальный бутерброд? Ну да, это, короче, я был человеком, промоутером. И у нас была презентация какой-то колбасы сной компании. И мы строили большой бутерброд. Это на Мэдисон Скайр Парк. Вот, да, это была вторая моя работа. А потом я работал официантом, но уже как бы хорошо заработал. А ты приехал, получается, ты до этого чем занимался? В ресторанном бизнесе работал. А, действительно. Больше. Ну, я работал тренинг менеджером последние годы. Но в целом у меня опыт в ресторанном бизнесе был большой, поэтому я легко очень нашел опыт. Ну, тебя, получается, сразу без документов взяли? У меня сначала взяли без документов, и потом я получил разрешение на работу. И потом просто заплатил налоги с того периода, что работал без документов. Так можно? Да. То есть, в Америке, на самом деле, такая крутая штука, что все департаменты не связаны между собой. То есть, если ты приходишь в налоговую службу и говоришь, я хочу заплатить деньги, тебе никто никогда не скажет, нет, мы не возьмем. То есть, они найдут способ, как с тебя взять деньги. Вот. И они никогда не спросят, работал ты легально или нет, им все равно. То есть, это разные департаменты, это не связано между собой. И вообще, в принципе, покарать тебя за работу без документов, покарать могут только работодателя. Тебя, с тобой ничего не могут сделать. В основном. Ну, то есть, тебя могут спросить при подаче на гринкарту, работал ли ты. Но, как бы, я не собираюсь врать, я скажу, что я работал, потому что у меня было средств существования. То есть, я не мог же пойти грабить банк, например. Или еще что-то. Ну, типа, логичный шаг. Какие у тебя были топ-3 разочарования, вот того, что ты представлял об Америке, что ты увидел в реальности? Я, на самом деле, это был не первый мой раз. Я, в отличие от многих людей, уже был туристом дважды. А, окей. И, то есть, я разочаровался задолго до переезда. Вот. И в Америку я не хотел жить. Я... Самое большое разочарование — еда. Когда я переехал, здесь вообще было здесь нельзя. Ну, то есть, прям вообще нельзя. Кстати, я это тоже слышала. То есть, в 2016 я переехал, это было прям опасно для жизни — кушать в общепите. Метро в Нью-Йорке. Прям ад. Адский. Ну, и в целом, наверное, 3 сервиса в целом. То есть, я очень расстроился, что так все. Как-то не так современно. Наверное. Чеки. Вот это вот мне непонятно было с финансовой стороны. То, что нельзя перевести деньги. Не было ЗЭЛ, не было ничего такого. То есть, нужно было чек нести в банк, обновить, ждать, что-то такое. Там делаешь работу, через месяц получаешь по почте чек. Такой, что? Почему так долго? Ну, в России в то время уже все. В России уже, как бы, были переводы денежные и так далее. Там не было беспроводных карт оплаты в метро очень долгое время. То есть, типа, нужно было стоять, свайпать, как будто там ничего не работает. Ну, короче, такой, какой-то просто странный. Страна передовая, а по ощущениям, как страна третьего мира. Как ты думаешь, почему? Я знаю, почему. Потому что в Америке ничего не чинится, пока оно работает. То есть, если метро ездит такое, оно будет ездить, пока оно не обвалится или пока... Я тоже это слышал. Вот. И потому что здесь капитализм. Здесь, как бы, не меняют то, что работает. Вот. И чеки, грубо говоря, так научились делать. И еще Россия очень поздно открылась. Ну, in terms of technologies. То есть, технологии позже пришли в Россию. И поэтому у нас все всегда внедряют самое современное, да, там и так далее. А в Америке это все работает уже сто лет. Типа, и зачем им что-то менять, если как бы уже все налажено, так и так далее. То есть, допустим, тот же USCS с документами до сих пор работает по суперстарой схеме. Там все в бумажном... на бумажных носителях. Если бумажка затерялась куда-то, тебя могут потерять на 10 лет. Просто твой кейс и так далее. То есть, все очень медленно и очень постарованно. Ну, и как часто у тебя вот такие мысли были, что я здесь вообще делаю? Да, каждый день до сих пор такие мысли. Серьезно? Да. Ну, как бы я уже много чего, так скажем, добился. Поэтому они реже стали посещать меня. И я так больше сфокусировался на том, чего я хочу в жизни. И это позволяет, наверное, не думать просто постоянно. То есть, когда у тебя много свободного времени, и ты не знаешь, куда ты идешь, да? То есть, у тебя просто цель выживания. Ты периодически думаешь, зачем мне это выживание. А здесь, если я могу, ну, условно, выживать, я могу в любом месте. И которые места есть поинтереснее, чем Америка. И подешевле. И подешевле, и поинтереснее, и так далее. И повкуснее. Опять же, я такой гидронист, я люблю пожрать. Но сейчас уже как бы так сильно об этом не думаю. Потому что уже появились вектор движения, куда идти. И, в принципе, я такую тенденцию проследил у себя, что раньше я просто постоянно менял какое-то место или работы, или жительство, или еще чего-то, чтобы себя в какой-то стресс вогнать. Но в какой-то, at some point, тебе просто, ты понимаешь, что тебе уже, там, целом, 37 лет, и ты не можешь это делать до конца своей жизни. Во-первых, автор активно доедает это делать, потому что, ну, то есть, ты не хочешь проходить этот ад, знакомств со всеми, и так далее, и так далее, и снова. Построение связи, нахождение друзей, это, ну, такой процесс не самый простой, я, как я считаю. Вот. И я вот так вот пытался переехать в Л.А. в прошлом году, и на Гавайях пытался пожить. И понял, что я просто уже в Нью-Йорке построил такую себе прекрасную жизнь, налаженную. Я знаю, куда пойти постричься, я знаю, куда пойти поесть. Я знаю какие-то прикольные места, которые никто не знает. Вот. И, типа, искать, у меня нет уже, наверное, такого дизайра, желания искать это в другом месте. Можешь рассказать, как ты стал фотографом? Это забавная история. Я работал официантом, и я жил недалеко от красивого района в Бруклине. Очень красивые викторианские дома, 100-летней давности очень красивые, ландшафтный дизайн перед домами. И я начал ходить на пробежки. И я с каждой пробежки возвращался с 20-30 фоток у меня было в телефоне. И я их постил в Инстаграм. У меня, короче, тогда Инстаграм был просто как у всех вот альбомом. И многие друзья писали, что так много фоток, зачем ты это постишь? Вот. Я говорю, ну, типа, мне нравится и так далее. Если я тогда никого не слушал, я бы, наверное, уже был плавером-миллионником, 100%. Но я бы как бы стеснялся, что мне кто-то что-то говорит, мне укладывал. Вот. Но многие говорят, что очень красивые фотки, красиво построен кадр. И почему бы мне не стать фотографом? И когда тебе, наверное, человек уже, наверное, сотый по счету это сказал, я такой думаю, ну, ладно, почему не купить мне камеру, не попробовать? Ну, вот так, так стало. Ну, и у тебя очень хорошо получается. Мне кажется, ты перефоткал всех популярных людей, которые либо живут, либо приезжают в Америку. Как ты думаешь, как у тебя это получилось? Ну, я вообще считаю, что коммуникация. Я люблю, я люблю людей. Я люблю знакомиться с людьми. На самом деле, у меня много разных периодов было сфотографии, мне казалось, что это мое. Потом, ну, знаешь, как с Америкой, типа, мое, не мое, нравится, не нравится. Я пытался уходить оттуда, возвращаться. Потом я думал, может быть, мне не нужно делать, то есть, как бы мне не хотелось делать то, что делают все. Потом я решил стать селебрити-фотографом. Вот стал, у меня был период, когда я снимал знаменитости. Ну, короче, любую цель, которую я ставил в фотографии, я легко добивался. Вот. Но мне она быстро наскучивала. И забавный факт, когда, почему я перестал хотеть быть селебрити-фотографом. Я пришел на съемку в прошлом мае, кстати, недалеко от Madison Square Park, где я строил большой бутерброд. И я там как раз фотографировал, думаю, вау, сколько я всего добился, я снимал. Там был сын Майкла Дугласа, меня познакомили, типа, с сыном Майкла Дугласа. Он, как бы, знаменитый продюсер какой-то здесь в Голливуде, ну, богатый мужик и так далее. И я, как бы, с ним поздоровался, и как-то меня это совершенно не зарядило. Ну, то есть, ну, чувак, окей, типа, я такой, ну, окей, так же я поздороваюсь, там, не знаю, с кем-нибудь еще и так далее. А дальше что? И когда накрыли стол большой, там был стол, как бы, как прием такой. Прям на улице? Нет, нет, это было в, как бы, там, в помещении. Просто это было недалеко от Дугласа. Мне принесли еду, но, как бы, за стол меня с ними не посадили. Я такой, мне так не подходит. Ну, то есть, я сейчас в голове сказал, я не хочу быть человеком, который кого-то фотографирует. Я хочу, чтобы меня фотографировали. Так что сейчас, как бы, больше в сторону блогинга затыкаюсь. Но при этом у тебя еще, ты начал развивать блог про Нью-Йорк. Да, у меня вообще 8 страниц в Инстаграме. 8, да, я сам их веду. 8 страниц и 3 из них про Нью-Йорк. Да, и я сотрудничаю со многими бизнесами в Нью-Йорке. Ну, показываю красиво интересные места. В принципе, это вообще мне очень нравится искать. Твое хобби, да? Да, это изначально было вообще... Мне не нравился Нью-Йорк долгое время. И я такой думаю, ну, как же, меня не все бесит здесь. Типа, надо как-то придумать, чтобы мне перестало все бесить. И я стал ходить и искать красивые места. Как бы, такой, романти-сайз, типа, город. Кусочки какие-то снимать на видео, это стало заходить. То есть, у меня там некоторые видео, например, 4 миллиона просмотров. Это вот сейчас, как бы, такой тренд, что многие видео залетают. А раньше, ну, так сильно не было. И вот у меня несколько видосов залетели там на 3-4 миллиона. И два блога выросли там до 40 тысяч. 30-40 тысяч. И вот с тех пор, когда я их веду и развиваю. Ты рассказываешь про рестораны в Нью-Йорке? Про рестораны? Вообще, моя изначальная цель была показывать интересные локации. То есть, показывать что-то, что похоже на Европу, что-то, что... Ну, то есть, что-то, что люди могут... Сейчас я все больше понимаю, почему это мне хотелось. Потому что я не могу выезжать. И я все время пытался искать что-то, похожее на другие страны в Нью-Йорке. А этого очень много. То есть, Нью-Йорк в этом плане вообще универсальный город. Там есть и китайская тема, и европейская архитектура. И... Ну, то есть, можно имитировать что угодно. Вот с точки зрения фотографии и видеографии безгранично. Можно как бы имитировать любую точку Земли практически. Ты вот как считаешь, Нью-Йорк — это передовая точка? Потому что мнения очень сильно разнятся. Передовая? Не понимаю вопрос. Ну, что это вот концентрат типа всего. Нью-Йорк такой классный, он как международный. Ну, как бы он 100% классный. Потому что это просто тупо бренд. Нью-Йорк — это классный бренд. И американцы вообще делают колоссальную, невероятную работу в качестве маркетинга. То есть, и Лос-Анджелес тоже как бы на поверху деревня. Такая, знаешь, перекати поле. Но все мечтают здесь побывать. И думают, что здесь просто какая-то там невероятная столица кино и так далее. Вот. Нью-Йорк — то же самое по поводу финансов. То есть, такой раздолбайский город абсолютно, где вообще непонятно, как все работает. Ну, для меня. Но при этом это действительно столица финансов. Там действительно большие деньги крутятся. Там действительно самая большая концентрация миллионеров на планете. То есть, там живет 300 тысяч долларов миллионеров. 300 тысяч долларов миллионеров. Ну, это типа нонсенс. Очень много. Ну, мне как бы... Я уже научился с этим городом. Я не могу сказать, что я его прям люблю всей душой. Но я научился в нем жить. И научился от этого получать бенефиты. То есть, просто не концентрируясь на его минусах. Потому что плюсов там тоже очень много. Давай вот топ-5 минусов. Минусы транспортная ситуация. То есть, метро очень плохое. Очень медленное. Очень грязное. Многие говорят опасное. Я не сталкивался ни разу ни с какой опасностью метро. Не могу сказать. Цены на жилье. Типа, ну, невероятный космический. Ну, сколько однушка там на моих этажах есть? Ну, в хорошем нормальном доме, если не в старом, не в кирпичном, то, ну, 4-500 это типа с видом на другой дом. Как бы есть хороший вид. 5,5, 6, up. В хорошем районе. Шум. Главное, наверное, для меня. Потому что я, не знаю, очень чувствительный к шуму. Причем шум во всех его проявлениях. Шум звуковой, шум визуальный. То есть, очень много всего происходит. У меня, кстати, был кризис. Нью-Йоркский кризис это называется. Как я даже узнал, что такое бывает. Когда фотографы, ну, типа, переживают момент, потому что они понимают, что они снимают любую модель, а город перетягивает на себя внимание. То есть, потому что ты, ну, ты не можешь иметь свой стиль в Нью-Йорке, потому что все были одинаковые. Ну, плюс-минус. Потому что дома, люди. Очень сложно свой стиль какой-то выработать. Вот. Шума много, да. Потом, что еще. Да нет, все остальные плюсы, наверное. Ну, а с плюсов, если сравнивать с Лос-Анджелесом? Компактность. Очень компактно. То есть, я практически везде хожу пешком. Когда я на Манхэттене, я выхожу и могу, ну, то есть, максимум, что я беру велосипед. И на велосипеде за 20 минут я доезжаю куда мне нужно, в любую точку практически. Ну, если мне не нужно, там, в русские районы далеко. Океан теплый. То есть, типа, теплее океан, чем в Лос-Анджелесе летом. И, кстати, для меня огромным плюсом было вообще наличие океана. Вот география не очень. Я когда приехал, я был в шоке, что там есть океан. Я реально, когда приехал первый раз на Лонгкарвинг, я такой не мог поверить своим глазам. Потому что такой вообще шикарный пляж. То есть, прям реально классный есть пляж в Нью-Йорке. Хэмптонс – это, ну, самая дорогая, да, типа, недвижимость в мире. Ну, короче, в Нью-Йорке есть все. Вот в плане природы есть все. Есть горы, есть океан, есть водопады. Я обожаю водопады. Там столько много водопадов. Очень много. Вот. Винодельни есть. Ну, то есть, как бы, очень много искусства. Очень много интересных людей. Да. То есть, как бы, концентрация интересная. И скорость. То есть, мне нравится скорость Нью-Йорка. Потому что я, когда вот Лос-Анджелес приезжаю, я только что рассказывал, что это... Ты такой пишешь кому-то, и люди такие, ну, может быть, вечером, может быть, на следующей неделе. То есть, в Нью-Йорке как-то, типа, все такие, окей. То есть, все понимают, что нет времени на буллщит. В Лос-Анджелесе многие из моих друзей, кто сюда приехали или приезжали, или переехали. Они такие, а когда люди работают? Ну, типа, если, как бы, йогу там, идешь на йогу и на пляж. Я помню, я когда приезжал, идешь на йогу на пляж, вроде, там, в 9 утра, оп, 4 часа дня. И ты, как бы, и ты, как бы, такой, приехал домой, такой, ну, окей, йогу сделали, а что дальше? Типа, вроде, уже можно ужинать идти. Ну, то есть, как бы, а вопрос, и так каждый день. Типа, ну, нетворкинг завтрак вот Настя проводит, где-то в пизде на гвозде. Едешь за машиной, едешь часто, да, едешь, значит, пока ты от парковки, да, до стола дойдешь, еще 30 минут, и такой, окей, расстояние здесь, как бы, больше расстояния, вот. Ну, короче, так. Слушай, вот для многих иммиграция, она соприкасается очень сильно с духовным ростом. Как у тебя это было? И вот я лично, например, ну, как бы, не ожидала, что будет так сложно иммигрировать. Расскажи про свой опыт. Когда у тебя начался вот этот вот кризис? Мне кажется, духовный рост, это не совсем про иммиграцию, это про, на мой взгляд, про просто сейчас такой период, в принципе, такой awakening период, все просыпаются, ну, те, кто хотят, просыпаются, и это, в принципе, тенденция по миру, это не связано с... То есть это в России тоже происходит. В Америке, наверное, это просто больше чувствуется. Говорит, сегодня мне пришло сообщение парня. Короче, он написал мне следующее. Он сказал, что я, как бы, приехал в Америку, и я чувствую необходимость роста, я чувствую, что я могу дать больше этому миру, но у меня не хватает окружения. Типа, я хотел бы с тобой встретиться, поговорить, да? И я вот это понимаю, почему происходит, потому что в России мы все заняты деньгозарабатыванием, потому что там, ну, это как будто бы сложнее. Типа, там кажется, что, типа, зарабатывают только олигархи, да? То есть, типа, ну, бизнес – это такое, что-то не для всех ситуация, да? То есть многие боятся бизнес делать. Вот в Америке денег, ну, реально больше, да? И люди зарабатывают проще, на мой взгляд. Потому что, то есть если ты любишь работать, ты можешь зарабатывать. То есть если ты трудолюбивый, то ты заработаешь здесь точно. И поэтому большее количество людей здесь начинает задумываться, окей, мы закрыли свои тылы, мы закрыли свою базу, а что дальше? И вот это вот произошло и со мной тоже. То есть я зарабатывал, зарабатывал, такой, окей. Ну, официантам можно зарабатывать, там, 6 тысяч в месяц. Ну, тебе достаточно это в Нью-Йорке? Мне кажется, это... Ну, я жил тогда в Бруклине, когда я зарабатывал, мне было вообще глаза. Ну, то есть, как бы, ну, что... То есть у меня не было каких-то целей, там, купить себе, знаешь, там, дом или квартиру и так далее. То есть на обычную жизнь это вообще более чем достаточно. Вот. Даже сейчас, как бы, живя на Манхэттене, да, я, ну, где-то трачу 5 тысяч, 5-6 тысяч. Ну, то есть не прям намного больше. Ну, если никуда не езжу отдыхать в этот момент. И при том, что я очень много трачу на продукты, кстати. То есть есть люди, которые, я знаю, живут там на 200 долларов в месяц. Я недавно читал, просто groceries у меня выходит полторы тысячи долларов в месяц. Ну, здесь там много. По сравнению с другими людьми. Так, а вопрос был про духовный рост. Короче, я, да, духовный рост у меня начался, когда я понял, что депрессия... У меня после ковида была депрессия, вот что было. Да. У меня была сильная депрессия, я понял, что... И с чем она была связана? А давали бесплатные деньги. Государство давало деньги, Америка давала 1100 долларов в неделю. Каждому? Ну, тем, кто работал до этого. И тебе тоже давали. Да. И еще мне дали, помимо этого, еще 1200 долларов помощи два раза. Просто чеки какие-то и так далее. И ты такой сидишь, как бы, а тратить некуда, ничего не работает. Ну, там мало чего работает и так далее. Ты такой, ну, ладно, куплю, типа, курс, куплю рекламу. То есть ты, как бы, ты просто не знаешь, куда девать деньги. Ну, я просто, я не умею накапливать деньги, поэтому я такой, ну, окей, у меня есть деньги, давай девать. Потом их урезали. Как бы, вот это пандемические деньги убрали, остался только unemployment. То есть это с 1100 превратилось там в 550 долларов. Я такой, окей, уже не очень густо. Ну, ладно, можно жить все равно. Лень, не хочется идти никуда работать. Потом и это закончилось. Там через год где-то я такой, окей, придется, наверное, идти работать. А работать, представлено, я уже идти не хотел. Потому что я понял, что это перерос. И вот тогда начался кризис, потому что я понял, что я не хочу возвращаться в старую жизнь. А в новую я еще не знаю, какая она должна быть. Вот. И у меня красавец муж, классная работа. А я очень несчастлив. Вот. Так я, собственно, наткнулся сначала на книжку Саши Бляковой, кто-то мне подогнал ее. Потом я пришел на твой нетворкинг-завтрак. И потом я приехал с тобой в поездку. И так как-то у меня, в общем, шифт произошел в жизни. Я стал, вышел на путь самопознания. Да, стал много читать, стал делать практики. Все, которые там, знаешь, есть матка, нет матки, дыши. Вот. Такое. Было классно. Ну, ты считаешь, что неважно, где ты жил? Да. То, скорее всего, оно бы произошло бы. И я думаю, что раньше или позже это произошло бы точно. Потому что я, в принципе, я говорю, то есть... Но здесь я научился просто больше себя слышать, наверное. Задавать себе вопрос, вообще, мне как? Нормально? Я вообще как себя чувствую? А сейчас? А вот это мне нравится или нет? То есть... Ну, я не могу знать, как было бы по-другому, потому что я не ванга. Я знаю, что ты на тот период отказался от алкоголя. А до этого ты много пил. Да, я много пил, курил вообще. Курил и даже не знаю. Я курил 17 лет, да. Да, курил 17 лет. Я и наркотики употреблял в молодости. Так прилично. Вот. Ну, я как Алла Борисовна говорит, знаешь, каждый в своей жизни может выпить сценту алкоголя. Я свое уже выпила. Вот. И все. Я понял, что у меня уже вот это вот депрессивное состояние доходит просто до... Ну, таких критических пределов. Я понял, что просто не могу больше пить. Ну, потому что если я буду продолжать пить, то я просто себя убью в один прекрасный день. Потому что мне было очень плохо с похмелья, именно ментально. Мне казалось, что я ничего не добился, какой ужас, все плохо. Я вообще сейчас ко мне приходят, я спрашиваю, ты пьешь, ты сладко ешь? То есть ко мне многие приходят за советом, потому что я прошел через это состояние. Ну, то есть... И мой первый вопрос, что ты ешь? Что ты ешь? Что ты пьешь? Как ты спишь? И так далее. Как часто ты отдыхаешь? И так далее. Что самое важное, это чтобы тело могло выдерживать весь трындец, который происходит вокруг. Ну, вот тебе не казалось, что все-таки Нью-Йорк в целом... Ну, вот я просто помню, когда у меня был такой переходный период, я была в Москве, я не могла там находиться. Ну, то есть вот эта вот энергия большого города, она очень сильно на меня давила. У тебя не было такого? Ты знаешь, проблема, наверное, в том, что мы, Ганна, опять же, с подругой разговаривали вчера об этом, проблема в том, что я родился в Москве. И у меня, мне кажется, вообще главной причиной, почему я уехал вообще в Америку, мне все время... Я все время общался с приезжими людьми, ну, с приезжими, переехавшими в Москву. И поэтому они все время куда-то уезжали, типа, к родственникам, я поеду к маме, окей, я поеду туда-то. А мне некуда было ехать, я уже был там, где, ну, я живу. Поэтому я не знаю, как жить в маленьком городе. То есть я пытался переехать в город поменьше, я не могу. Я вот пытался жить в Уэй, пытался жить в Майами, пытался жить на Гавайях, не могу. А что от тебя там не хватает? Именно города? Мне не хватает людей. Ну, то есть мне не хватает, даже неправильно, не людей, а амбициозности людей. То есть вот на Гавайях я побыл, да, прекрасно, ну да, очень милые люди и так далее. И то есть я не могу сказать, что они какие-то плохие или не такие, но они классные. Просто они другие приоритеты. И я вот прошел такой период отлетевшисти, когда мне казалось, что вот, типа, все, вот можно просто дышать, и все будет хорошо. Вот, но так или иначе, само ничего не сделается. То есть в твоей жизни ты несешь за нее ответственность. И как только я это понял, я понял, что просто Нью-Йорк это, как знаешь, такой агрегатор. То есть ты там, ну, ты реально можешь быстрее результатов добиться. То есть там живет очень много влиятельных людей. И просто твоя задача прокачивать свою энергию, чтобы, когда ты наконец с ними встретишься, с каким-то, с каким-то этих людей, чтобы ты не был капканулое говно. Ну, а в ЛАИ? В ЛАИ немножко другой вайб здесь. Во-первых, здесь больше, что касается всего, что касается фото, наверное. Здесь фото и видео здесь развиты, потому что здесь как бы, да, Голливуд. Но меня просто, я говорю, меня немножко интересует, меня больше интересуют люди, которые куда-то стремятся не просто быть звездой. Типа, то есть мне как будто бы просто вот эта звездность, популярность мне неинтересна. Мне интересно какой-то нести людям, ну, что-то большее. Да, то есть какое-то влияние делать, считать на людей. И, ну, и город должен подходить, на мой взгляд. То есть как бы просто для меня все, что как будто бы дальше от Европы, оно как будто бы дальше от всего. То есть по мне центр мира находится вот где-то вот, вот может быть, Нью-Йорк или Лондон, вот в той части. И все, что от них далеко, это как бы такое, знаешь, это вот если ты хочешь отдохнуть, ты ездишь туда. А если ты хочешь работать, ты остаешься там. И вот у меня сейчас такой период, я наконец-то хочу работать. На первый раз за 37 лет. И что ты сейчас делаешь? Ну, много проектов есть. Я недавно ввел наставничество для девушек. Так не пошло, не мое. Очень тяжело было. Сейчас я делаю терапевтические фотосессии. Это интересная, да, это интересная новая штука. Но если коротко, то часто люди приходят за фотосессией, такие говорят, я хочу фотки. И ты такой, окей, зачем тебе фотки? Ну, для Инстаграма. А типа, зачем? Ну, просто Инстаграм буду постить фотки. И ты такой, окей. Ну, то есть люди идут, ну, понимают, что все это делают. Знаешь, очень часто с детьми та же самая штука. Зачем тебе ребенок? Ну, все же рожают детей. Типа, надо рождать ребенка. А потом люди как бы такие сидят и несчастные с этим ребенком. И 20 лет нужно за ним выдирать желобо. И ты такой, окей. Типа, нахуя я это сделал вообще? Ну, то есть как бы. И очень часто такое. И вот то же самое с фотками. Ну, фотки немножко коммитмент более короткие, но тем не менее. И я понял, что люди очень часто не понимают, зачем они это делают. И я стал задавать себе эти вопросы. Один, второй. И мы стали делать... И это вылилось в разборы. Разборы жизненных ситуаций. То есть я разговариваю с человеком, сажусь и говорю, там, что у тебя происходит в жизни? А что сейчас? А это? А тебе нравится это? А вот это тебе хотелось бы поменять? И так далее. И в процессе этого разговора я выясняю какие-то качества, которые человеку не хватает для того, чтобы добиться цели, которые у него есть. И в процессе этого мне приходят визуальные образы, как можно человека поставить куда-то или там посадить, в каком образе, чтобы это качество к нему добавилось. Ну, то есть, чтобы он прожил. И, значит, в процессе подготовки к фотосессии начинается вот эта вот трансформация, терапия, по сути. Ты выбираешь себе одежду, ты думаешь, вот я типа выбираю. Допустим, ты хочешь легкости условно, да? Ты идешь с этим intention в магазин, и ты говоришь, я себе покупаю платье, в котором я буду легкое, красивое и так далее. И когда происходит процесс непосредственно фотографирования, это качество как бы монументально к тебе присоединяется, как несгораемая сумма, кто хочет стать миллионером. Его невозможно от тебя убрать. И ты с этим качеством идешь и добиваешься своей цели быстрее. Слушай, sounds good. Да, всем надо. Как тебе пришла эта идея? Это просто процесс, ко мне многие приходили люди, я говорю, говорили, мы хотим фотки. Я говорю, ну а типа какая цель у фотографии? Ну типа для бизнеса нужны фотки. И очень многие приходили прям, знаешь, нужны фотки, господи. Типа я так не хочу делать. Я говорю, ну в смысле? Это же типа твой бизнес там, классно будет, давай сделаем. И то есть мне хотелось добавить и эксайтмента, и какого-то большего осознания людей, зачем они это делают. И сейчас, когда у них уже есть, знаешь, там они проговаривают. Причем очень интересно, потому что сегодня у меня была сессия с девушкой. Вчера была сессия, а сегодня мы с ней встречались, должны были идти на шопинг, покупать вещи. Вот. И в процессе обдумывания образов она поняла, что, короче, ситуация такая. Она хотела быть, она расстраивалась, что они с мужем постоянно работают, и она некрасиво, ну некуда ей красиво одеться. Да, то есть она говорит, я все время в какие-то худи хожу, и она об этом как бы расстраивалась, как будто бы, вот. И я говорю, слушай, ну давай тебе сделаем образ, я говорю, такой девчачий образ, таким платьем, знаешь, немножко распушенным и так далее, сделаем тебя в красивых локациях в LA, где вот такие цветы, знаешь, вот вистерия, ну вот много цветов и так далее. Я говорю, вот это такой образ будет, и сделаем красивый образ у бассейна, в пиджаке с красными углами, такой секси. То есть в одном мы добавим тебе женственности, и вот этой вот такой девчачести, которую тебе не хватило прожить, а во второй добавим тебе сексуальности и такой жесткости женской, да, она такая, ой, все откликается, все очень классно. Потом она с ним мыслями переспала, сегодня приходит, говорит, ты знаешь, я поняла, что я всю жизнь думала, что мне нужно надевать девчачьи платья, типа, а сейчас, потом я вспомнила, как в детстве, мне мама надевала эти бантики, и ненавидела, как на меня надевать эти бантики. И я поняла, что мои худи, в которых я сейчас хожу, это не потому, что это работа мужа, а потому, что это мой выбор. И я сейчас, благодаря тебе, поняла, что если я разрешаю делать этот выбор, и что я не хочу ни перед кем выебываться, что я девочка. То есть, ну, то есть, по сути, трансформация в обратную сторону, да, то есть, типа, она осознала вещи, подумав об меня. Вот, то есть, такое, интересно, очень интересно, и каждая ситуация разная. То есть, каждый разговор очень получается индивидуальный. Прикольно. Ну, получается такая, ну, да. Как и терапия, и мне просто, знаешь, как, мне очень хотелось какое-то делать, либо коучинг, либо психологию, но и то, и другое, нужно долго учиться. Я такой думаю, я не хочу тратить колоссальное количество денег и времени, вот эти учебники, и вообще мне это не откликается. Я думаю, я хочу то же самое, только коротко. То есть, с человеком пообщался, и так далее. Понятно, что если я с психом пообщаюсь, может, он там, не знаю, с моста сбросится, но я как бы стараюсь, если я прям вижу, что человек не совсем сейчас в хорошей кондиции, я просто стараюсь таких не брать. Я говорю, что нужен специалист помощнее, чем я, да. Вот, но в целом мне очень хотелось такое делать, и вот это вот такой получился классный компромисс. Да, это откладывается в этот опыт. Да. Слушай, ты можешь поделиться своими документами, как ты здесь делаешь документы? Я знаю, что многие скрывают. Да, это очень, не, они очень скрывают, это все очень сложно. Я уже 500 раз тоже пожалел, что это я делаю через убежище. А что бы ты вот сейчас порекомендовал себе вот 8 лет назад? Сейчас есть классный вариант сделать виза, я не помню, как она называется, EB1, по-моему, EB2, EB1. Это как O1, только как грин карта. Да, это грин карта по бизнесу, по бизнес-достижениям каким-то. Ее очень несложно сделать, там очень короткие сроки ожидания. Вот, просто проблема в том, что у меня кейс по убежищу свой открыт, кейс по убежищу через мужа открыт, и, а эта грин карта предполагает под собой оставление русского паспорта. И то есть это примерно выглядит так. Я два раза пришел в американское правительство и сказал, вы знаете, я боюсь Россию, пожалуйста, уберегите меня от России. Потом такой, Галя, отмена. Значит, я уже не боюсь Россию, давайте, я талантливый. Нет, или я очень бизнес-ориентированный. То есть это как бы, да, за мой конец, это не красиво. Ну а почему одно другого не... Просто я не хочу оставлять русский паспорт. В смысле, я не хочу ассоциировать себя с Россией больше. То есть как бы я хочу... Ну то есть как бы я не хочу возвращаться в Россию. Вот, поэтому в этом случае я не вижу смысла глубокого в этом. И это связано не только с политикой по поводу ЛГБТ, но еще и с войной. То есть я против того, чтобы идти на войну, поддерживать войну и так далее. Поэтому я... Теперь надо говорить себе забираться. Что? Что ты мне так смотришь? Ну то есть у тебя вообще нет плана заезжать в Россию? Нет. Ну если только у меня будет американский паспорт, и я получу российскую визу. А можешь рассказать про политику? Ты одна из немногих людей, кто так щедро делится этой информацией. Во-первых, почему многие скрывают? Я не знаю. Ну вот это прям момент твой, я там не хочу рассказывать. То есть прям многие скрывают, что они на политике. Получается, что когда ты подаешь на политику, то ты до того, как ты не получишь паспорт американцев, ты не можешь ехать в Россию. Да, вообще проблема в том, что вообще выехать не можешь. Вот как бы самая большая проблема политического убежища, что ты не можешь выехать из Америки. То есть ты можешь выехать только под подлогом очень серьезных финансовых потерь, либо опасности жизни или смерти одного из близких родственников. То есть многие там, опять же, я знаю, люди, которые фейковые делают, то есть врут про это. Я, честно говоря, в это все верю, потому что это закон law of attraction, то есть когда ты это врешь, это может легко произойти. Поэтому я такое не делаю. У меня не так много осталось родственников, что про них еще врать, что они того и крякнут. И поэтому, да, вот убежище, это, короче, ты приходишь и говоришь, я боюсь вращаться в свою страну, я боюсь, что меня там убьют. По какой-то причине. Причин четыре. Это религиозное, причастие к меньшинствам каким-то, то есть это может быть ЛГБТ, еще какие-то политические взгляды и расовая, по-моему, принадлежность. Расовая, да. Ну и я слышала то, что вот ЛГБТ могут там за два года выдать. Да выдать могут что угодно, понимаешь, это же типа как лотерея. Мне не очень повезло, я приехал прямо перед тем, как избрали Трампа. У Трампа было много гениальных идей, одна из которых урезать финансирование, это USCIS, на 40% уволили очень много людей, то есть процесс застопорился первый раз, а потом, значит, вступил ковид, этот процесс еще затормозился, потому что все интервью приостановили и так далее, то есть ничего не работало долгое время. И плюс третий момент, это он предложил гениальную идею о том, что люди, многие приезжают, это действительно было так, когда приезжали люди и заполняли на убежище, чтобы заполнить на убежище, достаточно заполнить один бланк формата А4, написать там Andy, whatever, там дату рождения, почему ты подаешься, то есть ты гей, и так далее, и отправить. Вот это вот, на основании этого квиточка, о том, что они получили эту бумажку, ты уже можешь получать разрешение работы. То есть, и у людей, из-за того, что есть время ожидания, и так далее, было время выйти замуж, или сфабриковать какие-то данные, то есть даже те, у кого вообще не было оснований просить политическое убежище, у них было время найти эти основания. Или с другим способом это сделать. Трамп подумал, что это вообще гениально будет, если всех, кто будет приезжать, будут вызывать через две недели. Но это было действительно гениально, не считая того, что там было уже людей, которые ждали там три года, например, и все эти люди, которые ждали, они просто ушли в корзину. то есть как бы их отодвинули и вообще пипец. И люди, которые стали приезжать, потом, они образовали новый бэклог, потому что был ковид, и не было персонала достаточно. Соответственно, теперь появилось две очереди, и люди стали ждать просто там. Я знаю людей, которые ждут 10 лет. А если ты выезжаешь, то ты больше не можешь заехать? Есть вариант, вот я бы, получить адванс пароль. Это документ на выезд из... То есть ты едешь по русскому паспорту, но въезжаешь в Америку по адванс паролю. Это такая карточка, типа, по которой ты можешь заново уехать. Ты можешь... Тебя могут и не пустить. То есть это не гарантия этого выезда, но типа могут и пустить. Вот. Если ты во время подачи на политическое бежевое возвращаешься в страну свою, без вот этой вот там смертельной опасности каких-то родственников смерти или еще чего-то, без предъявительного объяснения, тебе сразу знал. Откуда они узнают? В смысле? Что ты в свою страну ездил? По штампу в паспорте. Ну, если, например, два закрадника. Ну, слушай, это такая штука, вообще американское правительство это такая штука, в которую мы лучше не пытаться брать. Потому что еще одна прикольная вещь по поводу Америки, здесь ничего не окончательно. в отличие от России. То есть, например, ну, например, ты получаешь грин-карту, да, и нелегальным каким-то путем. Потом выясняется, что адвокат подделывал документы какому-то другому человеку. Через пять лет это выясняется. Все грин-карты отзывают, которые выдал адвокат. Вау. Да, то есть, как бы, то же самое может быть вплоть до гражданства. То есть, тебя могут отобрать что угодно, типа, если найдут какое-то вранье. А и ищут регулярно. То есть, это не, допустим, АРС может прийти к тебе с проверкой документов до семи лет. То есть, вот сейчас 14-17 год они могут прийти и подсказать, а можно чек, пожалуйста, вот тут списали 500 долларов. Можно чек на этот? Такой, блядь, чека у меня нет. Окей, плати 500 долларов. То есть, аудиты, вот это вот все, это может быть намного лет назад. И поэтому здесь нет ничего такого, что ты такой, поэтому здесь врать невыгодно. Потому что, если найдут в какой-то момент, это очень невыгодно. Навсегда тебя не пустят в Америку, если ты возвращаешься в свою страну? 10 лет, по-моему, бан. 10 лет. А потом ты можешь опять вернуться. Ну, я не знаю случаев таких, но я знаю, что, допустим, я знаю случаи, когда с ковидом кто-то что-то просрочил, какие-то визовые обязательства и банят на 10 лет. И самое интересное, что банят, каждый раз, когда тебе дают бан, это как бы плюсуется. То есть, если тебя забанили, а ты пытаешься въехать опять под каким-то предлогом или там нелегально как-то или еще что-то. Вот у меня знакомый муж моей подруги пытался въехать через границу с Канадой, типа, притворившись, что он не понял, как там, что там проехать. Да, ему дали еще 10 лет. Того 20 уже. А у него здесь квартира за 2 миллиона на Уолл-стрит. И он не может ничего с ней делать. Ну, потому что там, типа, у него компания здесь, как бы, ему нужно физически здесь присутствовать, чтобы это решать все. А, типа, он не может ехать. А через мексиканскую границу? Ну, я не знаю. Ну, он как бы, типа, не хочет в тюрьму идти. Наверное. Плюс, он гражданин Франции. Он не может убежище попросить. Почему? Потому что во Франции он должен сделать что-то такое, что, ну, типа, что-то, чтобы ему грозила опасность. А что ему во Франции может грозить? То есть, тут такая, типа, штука у них, соглашение между многими странами. То есть, например, если ты летишь в Америку через Евросоюз, ты не можешь подать на политическое убежище в Америке. Потому что ты должен подавать в той стране, в которой ты первый приземлился. А Евросоюз ты можешь подавать на убежище. То есть, и тебе нужно будет очень защититься, чтобы твой адвокат там просто тебе... Подожди, то есть, если я лечу, из Москвы... в Барселону. У меня пересадка в Барселоне. Да. Ты обязана подавать на убежище в Барселоне. Я, кстати, не знала этого. Да. То есть, ты не можешь... Они проверяют, как я прилетела. Ты все должен писать. Тебе спрашивают, как вы вылетели из России, какого числа, куда это? У меня вообще путь в Америку занял почти месяц из России. То есть, я был... Но я не был ни в одной стране, которая могла бы дать мне убежище. Я был в Камбодже, в Грузии, им быть не очень. Вот. Но если бы я вот в какой-то европейский город залетел, все. Финита. Вау. Да. Очень много, на самом деле, нюансов. И это важно, типа, когда готовишься, вот это все важно читать. Потому что много чего, если там, типа, ты что-то сделал, ты уже не лучший был, ты уже не можешь подаваться. А ты думал, вот как сейчас часто делают такую схему и уходят эффективно замуж? Я бы никогда этого не сделал, потому что я, во-первых, у меня уже есть муж, во-вторых, ну, типа, это 30 тысяч долларов, это очень сильно стрессово, потому что ты не знаешь, ну, то есть, это живой человек, у него есть настроение, месячные, там, или что там, какие-то там, ну, то есть, свои отношения, да, то есть, ты человека ставишь в положение, где он, типа, не может выйти замуж, потому что ему нужно быть с тобой в отношении, и это, скорее всего, будет какой-то человек, которого ты знаешь очень долго, ну, то есть, если это и делать, то прям с каким-то близким другом, с которым ты очень хорошо уверен, но ты должен понимать, что ты себя и его подвергаешь большой опасности, ну, то есть, это как бы, если ты find out, что это нелегально, то это очень чреватая штука. ты вообще, вот, живя в Америке, очень боишься что-то нарушать, или, просто я знаю о русских, а, похуй. Я не знаю, нет, я не могу сказать, что я боюсь что-то нарушать, там, типа, у меня есть превышение скорости на 27 миль, типа, еще 3 мили, тюрьма вообще могла быть, но, ну, как бы, я считаю просто, что так, если ты приехал в какую-то страну, которая тебе дала кров, условно, то ты просто, ну, не делаешь ничего того, что здесь, как бы, кардинально нелегально, то есть, я бы не стал, допустим, здесь заниматься каким-нибудь бизнесом, там, по страховке, там, русские, опять же, тоже часто делают, там, какие-то возвраты, типа, карт, ну, то есть, куча махинаций здесь, типа, есть вариантов, но, это, типа, я считаю, что это все, ну, смысл, зачем-то это было, типа, как будто бы ты везешь Россию с собой, типа, взятки, вот это вот все, то есть, я против этого был там, и я рад, что здесь этого не так много, есть, ну, да, и тебе предлагали какие-то махинации? Ну, конечно, все предлагают, как бы, вообще, ну, мне повезло, я не жил в русскоязычном комьюнити, допустим, там, Brighton Beach, так далее, многие, кто приезжают, прохватят, то есть, живут там первое время, и там, прям, весь спектр, какой только есть, все возможные нарушения, которые можно сделать, там, тебе предлагают, наркотики предлагать, продавать, и страховки обманывать, и так далее, и так далее, там, фудстемпы получать, икру на них покупать, там, ну, и так далее. Какой фудстемп? Талон на питание. То есть, в Америке, в Нью-Йорке вообще можно жить, как бы, как и в Лос-Анджелесе, я думаю, вроде то же самое, можно получать дотации на еду, дотации на жилье, кстати, большинство людей, которые приехали вот сейчас из России, после начала спецоперации, там, они живут в отелях, их расселяют в отеле, по приезду, то есть, им оплачивают, как бы, они живут на Уолл-стрит, или в Сохо, в отеле, им дают двухразовое, трехразовое питание, а потом, когда, типа, они все живут в отелях, да, просто до упомобранчения, что пока государство само такое не плюнет, такое не скажет, окей, вот вам чек, типа, на квартиру, типа, мы будем облачивать квартиру, можете уже съехать из этого отеля, еще на год оплачивают квартиру, это, некоторое время, там, на два-три месяца, и потом они сколько-то живут в этом отеле, это, конечно, не самая удобная жизнь, то есть, у тебя нет там стиральной машины, нет кухни, но у тебя, тебе двухразовое, или трехразовое питание, и ты не оплачиваешь жилье, и многие в это время уже начинают работать, то есть, допустим, у меня девочка была знакома, она делала мейкап, зарабатывала, ну, нормально, только мейкап хорошо зарабатывает, на съемках, и при этом жила, в том самом, ну, плюс лотерея в Нью-Йорке есть, на жилье, то есть, некоторые люди, это уже, когда у тебя есть документы, ты можешь снимать квартиру на Манхэттене, за 700 долларов. Как ты в этой лотерее, как ты в ней участвуешь? Чтобы подать на такую лотерей, ты должен, опять же, соврать, что у тебя нет дохода, или он маленький, ну, то есть, для этого, то есть, я знаю людей, опять же, не буду говорить, что лично, я знаю, знаешь, что есть такие люди, которые живут, типа, и работают на стройке, чтобы на кэш получать деньги, ну, то есть, наличными получать деньги, и чтобы платить дешево, за квартиру, типа, потому что, если ты покажешь больше денег, приходящих на счет, тебе придется отдать эту квартиру. Ну, а как это, что это за лотерея, то есть, каждый, кто приходит с маленьким доходом? Да, лотерея, лотерея, это, на самом деле, вообще, большая интересная штука в Нью-Йорке, то есть, в любой дом, любой апартмент-комплекс, любой, вот, как этот, или любой, он должен дать квоту на квартиры для нищепродов, ну, для малым еще, в сфере, вот, и, то есть, ты часто, то есть, там есть такое, что, типа, люди платят, там, за квартиру, там, 20 тысяч долларов, едут в лифте с какой-нибудь женщиной, с детьми, у которой платят тысячу, да, и, и есть уже, как бы, несколько судебных процессов, например, башня Хаят сделала отдельный вход для этих людей, а такое, типа, нельзя сделать, это принижение, вот, и они такие, ну, а люди такие, типа, я не хочу платить миллион долларов, понимаешь, и как бы ездить с какой-то мамой кричащих, там, пяти детей, вот, которая идет, там, с пакетами из бесплатного магазина, на Гавайях, кстати, очень многие люди живут на еду, которую дают в церквях, и так далее, причем, здоровые вообще абсолютно люди, типа, у них есть доход, они, это самое, они идут просто, лень покупать продукты, они идут, дают мешок продуктов, или коробку продуктов на неделю, вообще, как бы, здесь очень большое, вот, если хочется ничего не делать, Америка, это прекрасное место, я поэтому не понимаю, как здесь люди живут на улицах, когда столько программ, что можно жить, как бы, хорошо, не на улице. Я первый раз такое слышу. Ну, видишь, сколько полезной информации вокруг. А ты пользовался когда-нибудь такими услугами? Единственное, чем я пользовался, бесплатной, вот этой помощи, нет, помощью от государства во время ковида, потому что ее всем давали просто, типа, всем ее давали. Ты должен был официально работать? До этого, типа, то есть, ты должен был показать, что ты платил налоги, чтобы тебе дали максимальную, допустим, муж мой только устроился на работу, незадолго до этого, у него была очень маленькая помощь. То есть, он проработал всего по, там, несколько месяцев. Вот, но, если ты работал, как я, я работал, ну, типа, у меня был доход, который максимальный нужен, поэтому я получал максимальные, максимальные деньги. Да. Что бы ты порекомендовал сейчас себе, там, три совета при переезде? Наверное, первое, это, в смысле, я имею возможность себе дать свой этот дуап переезда? Да, вот сейчас, сегодняшним, твоим прожитым 8-летним опытом. Ну, наверное, какие-то деньги, я приехал, у меня было 300 долларов, какие-то деньги с собой взять, я бы себе сказал, потому что у меня было 300 долларов, я их пропил в баре в первую ночь. Да и что ты делал? Потом, ну, я же со знакомым, в знакомых остановился, там, это другая история, для другого, для другого канала. Короче, да, у знакомого жил, которого встретил, когда приезжал в Нью-Йорк Туристов, и, да, и потом брал у него потом деньги взаймы, типа, продавал ему свои вещи брендовые, у меня было много, да, ну, такое, слушай, я вообще не переживаю, ну, как бы не переживаю, что это денег нет. Так, взять деньги, еще что-то? Блогом заниматься, когда, наверное, прям приезду сразу, типа, больше вести блог. Я не могу сказать, что у меня был какой-то, вот, знаешь, тяжелый период, то есть, как бы, ну, было нелегко, но, сказать, что я там выживал, как-то такого нет. Я классно, классно... Ну, ты говоришь, у тебя не было страха остаться без денег, а что тебе давало? Вот эти программы, ты знал, что... Нет, ну, я знаю, что я могу заработать, у меня есть ноги, руки, что я могу пойти, там, в ресторан, я за время в Америке работал в Uber, в ресторане, в разных ресторанах, фотографом, тем, персональным ассистентом, ну, короче, много кем. Я не боюсь, ну, то есть, я не боюсь остаться без денег. Не знаю, почему у меня такое... У тебя всегда так было? Да, у меня такое чувство, что я всегда, ну, как бы, не пропаду. То есть, я знаю, что моя вселенная заботится во мне. Класс. А куда ты первым делом поедешь, как получишь travel document? В Таиланд. На месяц просто буду ходить на массаж каждый день, пить ман, это самое, водой ман фреш. Ну, а Гавайи, это не тот же Таиланд? Нет. Нет? Вообще нет. Почему? Гавайи, это вообще нет. Просто нет. Ну, что? Да все, ну, вообще все. Нет, То есть, Таиланд, это красивейшая природа, красивейшая культура, невероятные люди, улыбчивые, вкуснейшая еда, массажи, развлечения, архитектура, на Гавайях ничего из того, что я перечислила, нет. Там, как бы, очень дорого, отвратительная архитектура, то, что Америка сделала, вообще с вами, просто выколоть, вообще всем руки, оторвать нахрен надо. Что еще? Люди озлобленные, которые там живут, они не любят американцев, они не любят туристов, они не любят вообще ничего. Туристы все в шоке от цен, как бы погода, климат совершенно не тайский, то есть там холодная вода, ветрено, ну, короче, фруктов там такого количества нет. В общем, Гавайи это такое вообще, то есть я не понимаю, такой курорт, если у людей есть документы, почему они на Гавайи, я не понимаю. То есть это вот только для тех, кто вообще не может выехать никуда, и то есть Пуэрто-Рико, есть и так далее. Круто. Спасибо тебе большое, и в конце выпуска мы что-то обычно разыгрываем. Класс. Может быть, мы можем разыграть твою... Давай, терапевтическую сессию, конечно, разыграем. Что надо? Что нужно сделать? Необходимо поделиться своими впечатлениями, может быть, инсайтами, после просмотра этого интервью, выложите себя в сторис, отметите Андрея, отметьте меня, и мы ровно через три недели выберем одну, наверное, победителя. Можно и победителя, может быть, у меня будет первый мужчина, терапевтический. терапевтический фотосессия. Кайф. Мне кажется, очень крутой подарок. Классно. Да. Кайф. 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 Кайф.